Верховники ночь напролёт решали, кому из дам отдать предпочтение. С шести утра выбрали Анну, герцогиню Курлянскую. Ей было 37. Она вдовела уже очень давно, жила в захудалой метаве чуть ли не впроголодь. Сторонников в Москве не имела, особым властолюбием и умом не отличалась. Почему бы не сделать из неё декоративную императрицу? И чтобы не вышло никакой неожиданности, Верховники составили список условий, кондиции, которые Анна должна была подписать ещё до вступления на престол. Согласно этим кондициям, императрица не имела права объявлять войну, заключать мир, вводить новые налоги, расходовать государственную казну, производить в чины вышеполковника, жаловать в отчины, подписывать смертные приговоры дворянам, а также вступать в брак и назначать наследника престола. Всё это мог делать только Верховный Тайный Совет. А императрице оставалось распоряжаться лишь карманными деньгами и командовать только дворцовой охраной. Верховный Тайный Совет Субтитры создавал DimaTorzok